Друзья, всем привет! В сегодняшнем ролике будем говорить про мартис и про усреднение. У меня еще немножко болит спина, поэтому сегодня я буду немножко не таким активным, как обычно. В принципе и тема такая, в которой лучше поговорить серьезно, чтобы по факту столкнуться с остановкой. Кто безумно любит мартышки? Безумно любят мартышки те, кто не умеет торговать, кто не умеет анализировать график. Это раз. Вот это нужно понять. Раз и навсегда. Вот это просто так. Когда начинается использоваться мартышка, усреднение, хера, что-то увеличение лота, тогда когда ты сливаешь уже больше 50% от своего депозита, пускай ты уже полтинник просрал, ты уже начинаешь думать, бля, ну скорее всего и дальше про сурс этой стратегии. Попробуй-ка я мартышку, а вдруг что выгорит? Там же бывает, что разгоняют до хренища, вот ты пытаешься. Бывает, что получается, почему нет, рынок имеет свойство волнобразного движения. То есть, ну да, это может быть, это реально, да. Ну, так же бывают ситуации те же самые 50 на 50, что ты просто сольешь до конца депозит, и будешь говорить, бля, нахуй я в это ввязался. На самом деле проблема изначально, если ты начинаешь использовать мартышку, с учетом того, что ты уже в просадке, лучше выведя эти деньги просто и потрать их, если их хватит, да, на какой-то полезный курс обучения, где тебя действительно научат трейдингу. Ребята, пожалуйста, запомните. Пока вы не знаете, пока вы не обучены хотя бы теории валютного анализа, реально грамотного анализа, реально той стратегии, которая действительно зарабатывает, которая позволяет анализировать трейдинг. Пока вы этого не сделаете, ну, как бы, смыслу суваться нечего. Копите деньги на то, чтобы реально получить знания. Вот вы же не пойдете работать, блядь, да даже долбаным электриком без образования, потому что вас просто током убьет. То есть это тоже профессия, которая требует навыков, которая требует умений. Ну, не хочешь идти на рынок просто без ума, да, вот, то есть ничему учиться не хочешь, думаешь, что там такой герой, сейчас с неба просто свалится мета, там, стратегия, все у тебя будет хорошо. Ну, пожалуйста, только там убьет твой депозит. И дай бог, чтобы тебя это никак не затронуло в твоей жизни. Просто как совет, просто как подсказочка. Итак, первое, с чего мы должны начать, это, в принципе, общий принцип усреднения Мартингева. Что это нахрен такое, для чего это нужно. В общем, я сразу скажу, со своей стороны я плохо не отношусь к усреднению Мартингева. Вопрос в том, что используют эти методы обычно люди очень сильно топорно, поэтому в этом ролике я расскажу, как его использовать не топорно. Но при этом риски, в общем-то, остаются, просто шансы твои на успех будут выше. Так, общий принцип. Вообще, изначально вся эта херовина родилась, я не помню, в каком веке, но когда у нас появились первые игровые столы в казино, да, была рулетка, она крутилась туда-сюда, да, и здесь были разные слотики. Ну, zero, один, там, два, три, да, красная, белая, синяя, черная, ну, понятно, да. Я надеюсь, мне не нужно тратить время на то, чтобы это рисовать. У всех есть хорошее воображение, все могут себе представить рулетку, да. Вот, и в то время, когда это все дело только появлялось, то есть был какой-то неровный пол, допустим, в помещении, да, либо рулетка, они же все вручную делались, не было какой-то автоматизации, отцентровки, всего этого дела. Поэтому всегда выпадали какие-то определенные числа, чаще всего. И вот чувак, перед тем, как начинать торговать вообще, ну, это были очень умные люди на самом деле, ну, вообще умные люди. То есть сейчас, например, от Мартин Гео не особо умные, а те, кто это создали, на самом деле, вот это, ну, вот молодцы прям. В общем, за 24 часа, грубо говоря, он приходил в зал с казино, тупо не играл, мог бухать, жрать, бухать, наверное, не желательно, но не суть. И вот эти 24 часа он постоянно смотрел за определенным столом и высчитывал у себя, какое число выпадало чаще всего. То есть смотри, когда ты берешь Мартышку на рынке, ты даже, блядь, вот не пытаешься подумать, блин, а куда скорее цена пойдет, туда-сюда, да, посмотреть какую-то тенденцию. Ну ладно, я об этом всем расскажу, просто изначально это не было топорным методом. Люди реально понимали, что есть физические предпосылки, то есть кривой пол, там какая-то недоработка в самой рулетке, да, что есть определенный набор чисел, ну вот, допустим, да, которые выпадают там, ну, с 20-30% вероятностью. Все. На это уходило 24 часа. Насколько я помню, я читал на эту тему в свое время очень подробно, мне очень интересно было, как все это дело родилось. Сейчас, конечно, это все дело не прокатит, любое нормальное казино все это дело так делает, что тут реально просто случайность, ну, либо по их заданию там оно выпадает то, что они хотят. В общем, не суть, а ухаживать темы. В общем, за 24 часа чувак понимал, какие числа выпадают чаще всего, на следующий день он приходил и постоянно ставил. Допустим, самая частая выпадаемая была циферка 2, да, 2 красная, допустим. Вот он ставит 2 красные, 1 бакс не получилось, следующая 2 красные, 2 бакса не получилось, 4 бакса. Ну, в общем, увеличивает это дело вдвое, да. И по факту, с учетом того, что вероятность выпадания этого числа, она просто огромная, подсреди со всеми другими числами, да, любая его сделка, допустим, на которой он, да, 16 бакс, да, допустим, на 16 бакс у нас все-таки выпало, наконец-то, 2 красные, потому что, грубо говоря, если он в 20% лучше выпадает, то каждая пятая сделка среднестатистическая, да, ставка, мы говорим про ставки, конечно же, будет приносить ему прибыль. То есть, заработав на 16 баксов, то есть, я не знаю, какой там коэффициент хрен-то с ним, да, получится так, что он по каждой из этих ставок заработал. Надеюсь, тут понятно, да. Вот по этому принципу, собственно, был рожден Мартин Гейл, многие ребята решили, что его очень адекватно применять на валюту в рынке Форекс. Я хочу сказать, что да, при учете того, что у тебя есть стратегия анализа, которая позволяет тебе довольно качественно, довольно четко определять, куда действительно пойдет цена, то есть находить какие-то конкретные хорошие точки входа. Если да, если у тебя очень хорошее математическое ожидание в торговой системе, почему нет? Ну почему нет? Зачем тебе просто? Единственное, да, нагрузка на депозит. Но опять же, я не хочу тебе это говорить, потому что, возможно, у тебя нету стратегии, у большинства людей, которые сейчас учатся, да, у них нету толковой стратегии. То есть говорить им, что Мартин Гейл это хорошо, я просто не могу, с учетом того, что потом на меня же вся грязь и польется. Я еще раз повторяю, Мартин Гейл неплохо. Если есть хорошее торговое стратегия, то ты зарабатывал бы и без Мартин Гейла. Вот в таком формате да, говно вопрос. Думаю, с Мартин Гейл понятно. Что такое усреднение? Ну, по сути дела, это та же самая фигня, только это уже касается пользы. И вот у нас, допустим, цена, да. Вот открыл ты сделку по вот этой вот цене на покупку, да, а цена пошла ниже. Ну ты еще отсюда усреднился, да, то есть ты позицию не закрываешь, то есть в классическом Мартин Гейл открыл сделку, схватил стоп-приказ, куй с ним. Дальше, короче, анализируешь, у тебя как бы есть какой-то сигнал. На сделку ты, ага, и, короче, тут ты одним лотом заходил, а здесь, короче, фигант между двумя, да. Но сделка у тебя еще, уже прошлое закрыто. Ну, на мой взгляд, это наиболее адекватный вариант, если у тебя есть хорошая торговая система, которая дает очень качественные точки входа. Второй вариант – реальное усреднение. То есть здесь у нас будет по первому ордеру минус 20 пунктов, к примеру, да, здесь он может либо с тем же лотом зайти, то есть если у нас зайдет тут один лот и тут один лот, да, и цена вдруг у нас сюда поднялась, допустим, до сюда, да, то есть здесь у нас по этому ордеру ноль, а по этому уже плюс 20. Получается, что мы тут заработали. Если на середине пути это все дело встретится, соответственно, по середине ноль-ноль. Тут будет минус 10, тут будет плюс 10, да, и того равно ноль. То есть вот такой формат. Кто-то, наоборот, увеличивает, да, чтобы даже малейшего движения от волны, так скажем, хватило, коррекция, хватило на то, чтобы эту сделку вывести в ноль, либо получить изначально планированный профит. В общем, вариантов извращения в плане Мартингелла устретения на самом деле тысячи, и приводить их в весь смысл нет, я просто объясню общий принцип работы с мартышками, и это действительно позволит тебе улучшить свою работу с Мартингеллом, если ты вдруг возьмешься за него, да, потому что многие хватаются, когда уже депозит просто, ну все, уже нет и выпустят. Ну, либо у тебя есть сумма, которую ты готов, скажем, на которую поиграть, и потеряешь, ничего страшного, заработаешь, что-нибудь прикольно купишь, да? Ну, бывает, бывает. Первое, к чему я должен сказать, главный вопрос, да, очень многие ребята используют фиксированный шаг. Давайте запишу фикс, шаг, все, мне до магазина замаркли, мне не дайте. Вот фиксированный шаг сразу из ключа. Фиксированный шаг – это тупость. Фиксированный шаг – это вообще полное непонимание рынка, потому что рынок движется по определенным законам, по определенным уровням, он может корректироваться и так далее, и так далее, и так далее. Когда ты создаешь фиксированный шаг, ну вот у тебя опять же идет движуха, ну у тебя поставлено, я не знаю, 30 пунктов, да, то есть здесь ты зашел на покупку, здесь усреднился, здесь усреднился, здесь усреднился, одинаковый такой, да? Ну ты извини меня, конечно, а не проще ли хотя бы дожидаться какой-то коррекции, да, чтобы вот где-то здесь заходить. Какая-то предпосылка к тому, что рынок развернется, понимаешь? Фиксированный шаг не дает вообще никаких фундаментальных ценообразующих факторов, да, к тому, чтобы там его разворот. Этот фиксированный шаг придуман тобой, и рынку на него насрать, вот глубоко насрать. Вот если ты начинаешь усреднять, да, от мест, где действительно имеется, допустим, вот со своей стороны могу посоветовать одну вещь. Мы очень много делали роботов на усреднение в свое время, и наилучший вариант был именно тот робот, который работал по сетке Фибоначо, то есть найди вариант, как применить, просто посмотри, попробуй, посмотрю сюда стратегию. Типа уровни охрененно работают, особенно хорошо работают 100, 161, 200, 261, ну 423, ИС-6 или ИС-2, я не помню, ИС-6, по-моему, он такой 50 на 50, но вот эти вот 4 уровня очень хорошо отрабатываются. То бишь, вот если ты будешь усреднять хотя бы по уровню Фибоначо, брать в ближайшее какое-то движение цены, ну, я думаю, что это будет работать намного лучше, уже лучше, да, потому что все-таки это Фиба. Я на самом деле не могу объяснить, почему Фиба работает, чисто с точки зрения ценообразования не могу, это просто процент, процентное соотношение от того момента, от того участка, грубо говоря, цены, на котором ты растягиваешься к Фибоначо. Ну, почему-то работает, ребят, ну, если работает и на десятилетнем участке истории работает, ну, почему не использует, то есть, если вы не умеете строить уровень, если вы не понимаете, где вообще усреднять, ну, возьмите хотя бы Фибоначо, ну, реально это будет лучше. Так, дальше. Собственно говоря, по фиксированному шагу, думаю, понятно, да, ищите варианты. Если есть возможность, если есть там деньги какие-то, да, пройдите у нас курс маркет-левел 2.0. Левел 2.0. А там очень хорошие уровни представлены, по которым цена действительно 100% будет реагировать. Неизвестно, конечно, сколько там волна высоко, далеко пойдет, да, но это будет более адекватный формат для того, чтобы вы могли что-то усредить. В общем, уровни – это охрененные вещи, без уровней вообще торговать нельзя, что точку входа ищите, что цели, что стоп-приказы, что усредняете. Первым делом, за что вы должны браться, если вы собираетесь зарабатывать на рынке, учиться строить уровни, это прям вот основа основ. Даже здесь, даже в маркетинге, даже в среднем, казалось бы тупость, тупостью, что тут умеет, просто ставь фиксированный шаг, да и херач, ну, просто это не будет работать. Это доказано уже кучей советников, которые и так, и эдак, и что там только не придумывали. Фиксированный шаг сразу нахер, попытка по индикаторам усредить тоже нахер. Вот все это было перепробовано, все это не будет работать. Все, теперь конкретно про принципы эффективного использования усреднения маркетингаев. Что тебе нужно делать для того, чтобы эта стратегия стала для тебя более эффективной, более прибыльной, да, и более стабильной, более грамотной ты к ней подходишь. Но можно сам определить себе определение. я просто перечислю эти основные моменты, которые ты должен знать обязательно, если ты используешь принципы маркетингаев. Итак, первый момент – это обязательно риск. Вообще никогда, никогда, никогда в жизни не превышает одного процента к депозиту. Надеюсь, понятно, да? Ладно, потом отвечу. Риск на одну сделку, грубо говоря, изначальную тоже, то есть у тебя есть вот точка входа, да, и здесь у тебя какой-то уровень усреднения. Вот здесь вот это вот расстояние, заметите, вот первое, да, до первого твоего шага усреднения должно составлять, скажем, риск, вот убыток, просадка в твой депозит не более одного процента. Это очень-очень важно. Следующий момент – это обязательно вывод средств. Об этом тебе везде и повсюду говорят и считают, что это единственное, что тебе нужно знать. Ни хрена не важно, ты просто не успеешь вывести средства, что тебе говорят там, ой, там по-любому. Если бы по-любому, в любой момент, когда ты включаешь стратегию маркетингаеву, ты бы зарабатывал 100%, чтобы их вывести, проблем бы вообще не было. Но постоянно ты попадаешь на те моменты, когда он просто сливает твой депозит, да, то есть там уже минус 100. Вот минус 100 будет чаще, если ты не будешь использовать эти правила. Второй момент – вывод средств. Ну, соответственно, 100% ты заработал, вывел. Третий момент – это обязательно точка входа. То есть вот просто так вот здесь вот войти, да, на покупку, на продажу не имеет никакого смысла. То есть ты должен адаптировать всю систему маркетингового средства, обязательно какой-то торговой системы. То есть точка входа должна учитывать. Тенденцию, уровень, соответственно, какой-то паттерн, какой-то сигнал к тому, что здесь действительно есть какой-то интерес крупного участника рынка. Но если говорить с точки зрения моей торговой системы. Если другие ути какие-то, смотри с ними, да. Просто я бы рекомендовал все-таки делать это более-менее профессионально. так, точка входа. Это должна быть точка входа. Не просто, а вот тут на чего расти, а вот тут индикатор. Индикатор вообще выплюнет. Вот мешает всегда в любой системе, даже в мартышках. Даже тем более в мартышках. Следующий момент, который очень важно знать, это ДЛИММ. Мема, не Манеджмент, это я имею в виду маркетмейкер. Ты по уму, чтобы грамотно это все дело использовать, обязан определять, куда направлен маркетмейкер в данный момент. То есть, допустим, у нас есть в шпаргалке Рожновского 2.0, в индивидуальном курсе обучения, да, я рассказываю, у меня есть аналитические системы, на сайте, которые тоже можно взять в аренду, там они копейки стоят. Они определяют тенденцию текущей, куда направлены позиции крупного участника рынка. Так вот, открывай хотя бы сделку, соответствующую точку входа, соответственно, с тем, куда направлен крупный участник рынка. Если вдруг крупный участник рынка меняется, да, то есть доминируешь объемом другие, то можно залокировать и дождаться, пока опять будет доминировать покупатель, да, в данной ситуации. То есть, локируешь, пролог у меня есть отдельный урок, поэтому не буду здесь это объяснять. То есть, ты уже не теряешь сделку. Сменилась тенденция, да, то есть, появились опять объемы на покупку, все, отлично, развлокируешь, усредняешь, и идешь. Это просто будет более грамотно, более адекватно. Пятый пункт. Вообще, с четвертого и ниже, это прям очень важный пункт, который ни в коем случае нельзя игнорировать еще. Вообще, ничто из этого игнорировать нельзя, но это прям очень важные пункты. Пятый момент – это определение рыночной фазы. По рыночной фазе можешь посмотреть у нас на портале сборник индикаторов, либо обратиться к методологии ВСА, где они смотрят на накопление распределения и так далее и тому подобное. В принципе, подойдет даже классический анализ, где ты будешь просто… Сейчас объяснить так. Сейчас. Напишу фаза рынка. Грубо говоря, на очень простом новичковском языке, скажем так, есть тренд, есть флэт. Вот твоя задача – умудряться открывать сделки с мартышкой именно в тот момент, когда у тебя твоя валютная пара находится в каком-то широком канале цены. Это очень важный момент. Потому что, если ты пытаешься это делать на тренде, очень почерно заказчик. То есть, фаза рынка всегда должна быть флэт. Да, не узкий, но должен быть какой-то широкий канал. То есть, используй какие-то различные пары. Возможно, имеет смысл закрыть по стопу все эти дела, если она у тебя выходит из этого канала консолидации. Это важный момент. Нужно обязательно их учитывать. Ну и, собственно, финальный момент – это обязательно усреднение. Ну, я назову по областям разворота. Вот ты должен понимать, что области разворота – это определенные уровни. Глобальный РС у меня, допустим, в системе. Уровни разворота – это какие-то консолидации, какие-то очень мощные поддержки, сопротивления, которые ты можешь построить на каких-то там высоких таймфреймах. Чисто психологически они могут сработать. И в таком формате. Ну, усреднение по областям разворота – это то же самое. Это касается FIBA-уровней, про которые я тебе говорил. То есть все к этому отвозят. То есть теперь давай просто быстренько повторим. Не рискуешь выше 1% от точки входа до ближайшего уровня усреднения. Выводишь каждые 100% средств. Точку входа находишь не по индикаторам. Желательно это будут паттерны какие-то, желательно какие-то фигуры не суть. Это должны быть техники, которым я тебе здесь преподаю, о которых я отговариваю. Посмотри, на нашем канале уже более сотни уроков. Поэтому по точкам входа ты много чего интересного найдешь 100%. Определяясь в дальнейшем направлении позиций маркетмейкера, здесь тебе поможет ВСА, аналитическая система, наши обучающие курсы. Не знаю, вот price action. Price action, по-моему, нет такой темы. Там исключительно реакция на уровень. Пятое. Это обязательно фаза рынка. Ты должен понимать, что движение цены находится в каком-то определенном широком канале консельдайса. То есть нет ярко выраженного прям движения. И, собственно, шестой момент – это обязательно любые твои усредняющие ордера открываются по бостям разворота. Это могут быть консолидации, это могут быть уровни, правильные, грамотные уровни покупателей продавцов, уровни маркетмейкера. Это могут быть уровни FIBA, чистые как начальный вариант. Все, ребят, надеюсь, урок оказался вам полезен. Ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на мой канал. До встречи новых видеороликов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok